Гардиан подпишет прогноз там, на обычный период телевизор. Ну, то есть, все это не считается. Вопросы? Пожалуйста. А, да, давайте. Добрый вечер, спасибо за отличную встречу. Хотел спросить такой вопрос. Вы увлекаетесь плаванием? И, на самом деле, очень интересная тема для меня. И создал такой вопрос, какова, какие качества нужны для того, чтобы переплыть Ла-Манш? Вот. Не только какие-то личности, но, может, и какие-то тренировки. То есть, я знаю, что вы планируете. Вот, сейчас вы поподробнее. Есть ли где основа? Какие качества можно для того, чтобы переплыть Ла-Манш? По-моему, я уже перепутал. Я основа планирую со 2 до 9 июля в следующем году. У меня есть тайп. То есть, временной адрес, в течение которого я имею право переплыть Ла-Манш. Ну, 32. Понимаете? Какие качества? Ну, вот здесь сложно. Знаете, я могу говорить о том, что нужна выносливость. Нужно терпение. Нужно умение соблюдать решения. Нужна включенность очень серьезная. Нужны амбиции. Нужно неумение проигрывать. Ну, вот. Ну, а это знаете все, как это хорошо будет? Когда вы так стоите? У меня через неделю, в это время, я вылезу с заплыва. Я буду 17 километров во всту. Вот, ровно через неделю. И вот ровно в это время я вылезу с заплывом. Я буду не знать. Я вот знаю. Я после этого еще 2 суток не смогу практически ничего есть. меня будут тошнуть, у меня не будет работать левая рука, но я травму неё, потому что у меня ключов здесь. Как его не закачивать, на 17,5 метров она сработает. Я это точно знаю. И я совершенно точно знаю, что все вот эти вещи, которые я делаю, в мозгу растерпения, они там на старте не имеют никакого значения. Никакого. Ноль. Никакая внешняя мотивация на старте не имеют никакого значения. Я до сих пор, я вот искренне, например, я сформляю, если сам не только старт, я делаю так. Я не понимаю, почему я не сошелся с трассой. Не понимаю. Наверное, мне хочется думать, что я не умею понять. Но я понимаю, до какой степени это слова. Это позерство. Там, на трассе, не имеют никакого значения. Там имеют значения какие-то знаки. Переводят наши. Там ты не юрист, а ты, не знаю, там ты переводит человека, как-то так. Поэтому я вам могу, конечно, назвать эти качества таких слов. А чтобы начать, знаете, чтобы попытаться добиться такого-то успеха в плавании, надо начать. по-моему, не будет. Все. Это очень просто. И очень сложно. Я думаю, что это очень сложно. И у нас сегодня в основном об обучении, самообучении. Также говорили, что у нас сейчас в обществе много токсичных явлений и улучшений не предвидится. И у меня уже связано с этим. И если у вас есть возможность, что вас больше всего весит в Казахстане, в казахстанском обществе? И что бы вы хотели изменить часть вклада в Азбрандт? Спасибо. Давайте спустим микрофон, да? Я вам скажу, но, опять же, вообще интересно, чем старше становишься, тем больше начинаешь заболевать ответа на голову. Это, наверное, бриз на бумагу только, да? Когда мне было 20 восемь лет, я убил на пролом, прямолинейно, всё знал. Чем старше становлюсь, тем больше не знаю. В современном казахстанском обществе меня принципиально бесит одна вещь, только одна. Неверие в способности человека что-то изменить. Это вещь, с которой я сталкивался всю сознательную жизнь. Неверие. Вот я живой пример, как бы ни скромно это ни звучало. Я живой пример, живая демонстрация того, что человек может, просто может войти и сделать. Главное, начать это делать, и вот колоссальный неверие. Это связано с юридической системой. Кстати, почему нам на самом деле нужна реформа МВД? Мы говорим о реформе МВД, плохие полицейские, плохой министр. У нас отношение к мелкому правонарушению, к мелкому правонарушению в 90% случаев характеризуется словами понять и простить. Это же действительно так. Мы не верим в то, что мы сами сможем, что мы верим. Был идиотский запрет несколько лет назад на МВД. Сударственный. Идиотский. Знаете, благодаря кому сейчас все были, значит, запись в общую связь? Благодаря какого-то конфликта. Который просто каждый раз ходил в студию. Каждый раз к основам, каждый раз к основам. И вот так вот, в каждом, так везде, так везде, вот это неверие в способность что-то изменить, вот это настроение от нас ничего не зависит. Это убивание просто. Я помню, если у меня есть какие-то, там я не знаю, какие-то вещи, которые можно характеризовать как высокую цель, может быть вся моя активность в соцсетях, поскольку она ни разу не про деньги и про все остальное, она может быть посвящена как раз тому, чтобы у людей немножко было другое мнение. Я не знаю, как они. У нас начается заряд, ребята, так что если вы там отключитесь. Можно, вот последний вопрос. Здравствуйте, спасибо вам за такой продуктивный вечер, за ваши возможности и время, что пришли и делитесь. Он меня интересует, когда и как вы решили или поняли то, что вы хотите стать юристом и считаете ли вы свою профессию, своим призванием и вообще, как вы к этому пришли? А я ему так сказал. Да. Была книжка, которую я прочитал в очень сложных жизненных условиях. Книжка была о том, как молодой юрист, который очень похожий на меня, убивается жизненный у себя. Книга называется «Фирма», автор Джон Гришин. Она заранила требуемость о том, что я ученый юристом, где я ученый. Я рано и я, как в конце концов, попал в ту месту, который я ученый. Вот так вот. Добрый вечер всем. Спасибо, что пришли и вам, конечно же. И один из главных вопросов, как специалист будущий, что вы посоветуете нынешним и будущим юристам? Посоветую не питаться, привязывать к стандартным схемам. В выборе места и приложения усилений. Смотрите, у нас юристы одно время все занимались негапольственными. Все. Назарстанская юридическая профессия и юридический концент начинался с негапольства. Почему? Потому что это был основной технику. Потом, когда был период ГУМа, где-то с 2000, может быть, 2-го, 3-го, до 2007-го, до кризиса, все юристы стали заниматься МНИ. Все юристы стали заниматься старыми юристами. Потому что это как-то сегодня. Сейчас период кризиса, а в кризис все юристы занимаются судами. Ну, да. А раз этим занимаются все юристы, а команда юридического на рынок... Они толпами вводятся в то, что делают все остальные юристы. Весь казахстанский юридический рынок делал МНИ. Приходят молодые команды и начинают делать МНИ. Они там... Там крохи работают и так как-то, да. Они сидят там... Но вместе с тем одновременно получается так, что есть целые отрасли, которые не получаются. Айди. Попробуйте найти в Казахстане специалиста, который вам объяснит внятно, как, с юридической точки зрения, в Казахстане набирается тут вы. Это валюта. Это что? Это платежное средство. Это ценная бумага. Как это производится? Мы в нашей профессии пытаемся эти тренды идентифицировать и заниматься. Но мы не можем быть специалистами во всем. Поэтому я молодым юристам рекомендую заниматься тем, но для этого надо знать рынок. А вот, например, колоссальная популярная штука сейчас, которая тоже облигается в Казахстане. Почему она стала популярной? Потому что государственное частное партнерство, это когда частным инвесторам платят за выполнение государственных задач. А в государстве были деньги, Качко был никому не нужен. Сейчас в государстве были деньги, Качко стал нужен всем. То есть тоже. И вот началось, и стало понятно, что несколько специалистов, которые сейчас есть, но 3-4 миллионов заходят. Миллионов лично в моем направлении. Мое направлении изначально, которым я занимался, это комплексные строительные контракты физики. Это такая организация, она в Швейцаре находится. Она выпускает очень сложные 800 тысяч страничные строительные контракты, которые используются при строительстве 20-х годов в Швейцаре. И в Казахстане ими не занимался никто. И я помню, как я пришел к управляющим партнерам в этой модели в 2009 году с идеей, давайте будем развивать партию кофе-дико. Я знаю, как это делать. Потому что я в своей работе в девелопновении, я с этим контрактом сталкивался. Я написал большую статью на 20 страниц кофе-дико. Я говорю, давайте ее опубликуем на сайте нашего корпоратива. Он мне знает, что он сказал? Он сказал, держа тысячестраничные договоры строительного порядка, В Казахстане не было подписываться никогда. Но это что? И что будет в нашей карьере? Сейчас, в 10 лет спустя, конфидим в Казахстане. Все. Все. Все проекты инфраструктурные СНГК сделаны. Вообще все. Мы, кстати, одна из причин моего ухода из бейтиков была в том, что мы не удавали делать вещи, которые я хотел. Я прошел другую футу. Я проводил по 20 семинаров. Мы создавали именно для себя сами. Я на этом заработал. Сейчас этим занимаются все. Сейчас специалистам по фидикулам, я не знаю, влюбим. По фидикулам не спасают. То есть надо знать рынок, надо понимать, в каком направлении это развивается, и надо себе работать и спрятать самому. Иначе не будет просто. Ну, уже всегда. Спасибо. Возвращение. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу подать длительное внимание о том, что здесь правильно указывать, что действительно мир очень воспоминяется, и нужно подкладывать тенденции. Соответственно, находить себе эту работу, с учетом своих способностей и навыков. Вопросы. Допустим, если углубиться в каком бизнесе, в отрасли, а не значит ли, что этому будущему юристу нужно будет немножко эффективно. То есть понимать, как бизнес, да не бизнес, а вообще процессы в этой системе работают, и при этом есть еще и образование будет. Представьте, что вы... Я понял ваш вопрос. Значит, да. Я вот строитель, по сути, да, и по профессии. Я всегда говорил о том, что если юрист занимается строительством, например, в КАСКО построй площадке не ходил, а юристы могут у нас строительство. Я знаю, как устроить строительный процесс. Очень хорошо, досконально. В сортах будет много. Либо он будет просто иметь консультант. Знаете, для того, чтобы с клиентами говорить на их языке, я разговариваю, я говорю у строительных компаний, я разговариваю, но их не нанимают меня, потому что... Для того, чтобы говорить с клиентами на их языке, я им буду сказать, ребят, я консультант. Потому что, во-первых, они будут за этих консультантов платить и меня. А во-вторых, ну это несерьезно. Я должен прийти и сказать, ой, там строители, они интересные, им большинство одежды специалистов. Если кто-то из вас будет работать в строительной индустрии, иметь в виду браундники. В общем, действительно. Мы не будем по себе. Мы не будем по себе. Это как бы прикольный момент, на самом деле. Поэтому, да, если вы, вы должны уметь с людьми, с профессией разговаривать на языке, с которыми вы будете относиться. А для этого вы должны надо немножко разговаривать. Вопрос. Когда, допустим, вот этому альтифнику пойти и получить свое образование с уже непонятной ситуацией. То есть он может даже в тот же Казгера поступить, но если это будет не его поток, не его клеток, он просто, ну его время придет. Ну окей, давайте тогда все будем думать. Блин, я же не могу пойти сейчас в Казгера, вдруг это будет не мой клеток, не мой клеток. Я что могу порекомендовать? Я могу порекомендовать пробовать. Пробовать. Ну, Питас, я не знаю, как обучивать войти. Пробовать, искать варианты, искать какие-то точки. Спасибо. Спасибо. Здрасте. Я вот хотела вас спросить, какая самая большая удача у вас была, и из которой вы не смогли найти выход, которая вас разозрила, или там, я не знаю, вызвала какие-то эмоции. Потому что многие говорят об истории успехов, но многие замолчивают и о своих таких удачах, и на которые вы повлияли. Честно, я не могу. Ладно. Это не значит, что их не было. Это значит, что у человеческой психики есть свойства. Угу. И теперь второй вопрос, по-заму больше, вот о life balance. То есть я вижу то, что вы много времени уделяете работе, и также вот насколько, допустим, неудача или неспех в работе влияет на вашу семейную жизнь, на дружеские отношения. То есть вы совмещаете это все как-то, или вы уходите в какую-то семью больше? И несложно работать. Проблема в том, что... Да влияет, конечно. Можно на самом деле там сказать, что... Я, честно, пытаюсь там медитативной практикой применять. Но опять же, я спортом занимаюсь, чтобы снять стресс. У меня там было во время правила в дом не заходить разночок. Даже в доме, который я построил по себе, потому что я старенький. И я приезжаю домой, я обхожу ногу. Печком. Врачи ходят 10 минут. Каждый день зима. Делают. Не помогает. Не помогает, правда. Есть ситуации, которые мы по-любому переносим. По-любому. Наключительно детей, а потом целый ужас. Ну, как бы это есть. Это ненормально, но это есть. Поэтому стресс надо уметь снимать, и надо иметь для себя пара вот таких приколов, чтобы не сраниться. Ну, вот у меня это, если я люблю число. Дети спортом. Книги. А, вот я еще, знаете, я очень люблю маму. Я люблю кого-нибудь маму. Я вот не выру. Очень люблю. Взять поток, кого-нибудь равно. Офигеть. Зимой снег чистят. Боже. Хозяева частных городов не любят снег чистят. Потому что это реально. У нас не чистят. Очень хорошо. Все. Пока по часу спотер. Разозгрызнут. Внутри. Снег, лопату, погоду, аломату, байбека. С тебя. За то, что живешь в частном пыльном секторе. И вот. И все. Гормально. А как, кстати, к нему относитесь? Кого одному к Денину, да? Кого одному к Денину, да? Кого одному к Денину, да? Кого одному к Денину? Да нет. Примерно не относитесь. Да вы знаете, я двойственно к нему отношусь. Он делает, он очевидно делает вещи, которые до него никто не делал. Я просто, вы знаете, я, ну как, я немножко знаю. Я, например, знаю хорошо, вот, время Харпунова с Маглебетова, как строились, например, обращения администрации города с другими людьми. Очень хорошо знаю. Я буду внутри как-то. Вот прям внутри-внутри. Вот. А потом, когда Ясимов пришел, я уже немножко из этой картинной машины. Я, как, как, у тебя какие-то происходят? Ну, я вот вижу, что немножко какие-то вещи, они... Происходят прям прям хорошо, прям правильно. Прям какие-то вещи. Парфируем, эти велосипеды и и прочее. Да? Потому что мы все это уже будут. Как будут, уже будут. Это понятно. Но у меня не потеряет впечатление, что тут рано. Что он рано или поздно, а уют. И потом... А я очень хорошо знаю команду. Очень хорошо знаю обид. И я не могу сказать, что меня это заняло. Поэтому... Вопрос... Вот такой follow-up вопрос у насчет того, что бесит. И тоже немного возврат к твоему посту про испанцев. Почему они не уезжают, да? У меня многие спрашивают, нужно валить или нужно оставаться, да? Что ты здесь делаешь до сих пор? Поэтому, я думаю, молодому поколению будет интересно узнать твое мнение. Почему ты здесь до сих пор? Считаешь ли ты, что надо валить? И если да, то почему? Если нет, то почему? Любимый вопрос. У меня на эту тему было целое выступление. Я тоже примерно через 100 пришло. Мы об этом долго говорили. Я это говорил всегда. Я это повторю. Я считаю, что валить надо, если вы еще очень молодые и чувствуете в себе энергию где-то там состояться. Или вы уже здесь вообще круто состоялись, и вы хотите просто... В этих людях. Я сейчас последний не буду. То есть мне пока валить пока явно рад. Да? Это первое ответ. Это первое, сейчас ответим. Всего будет три. Второе. Надо ли... Ну, вы знаете, зависит лично от вас. Есть люди, которым офигенно комфортно злезать. Ну что, это вопрос морального комфорта. И с каждым годом вопрос о том, чтобы свалить, с ним все сложнее. Какой-то движитель. Потому что, откровенно, я вот думаю, ну окей. Я честно, я не буду думать, я могу себе позволить. Ну могу. И приличную недвижимость. Я, может быть, даже дистанционно какие-то клиенты в стороне. Пойти себе... Даже какой-то маленький бизнес. Мои дети были. Мне нравятся страны. Порелось к каким-то другим глядываться. Порелось к другим движимости. Смотрел там какие-то вещи. Я видела уже несколько раз. Занимался человек, короче. И у меня вот начинает признаваться. Три недели в той же Вене. В конфортнейшем городе на зоне я провожу. У меня все есть. Три недели. Все начинает посетить. Вот правда. Еда, люди, дороги, воздух. В Вене. Лучше воздух в мире. Ну, это потому, что я уже, наверное, немножко задействовавший. Поэтому или очень молодой, или очень старый. А детям я очень постараюсь взять, если у них все нормально, хорошее запутное образование, дальше пусть они меньше. Я думаю, что они, наверное, учат. Хорошо? Может остаться? Ну, конечно, сами. Кому-то не тебе. Вот вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня и вопрос. И так, чтобы вы меня просто запомнили, когда я вам напишу в Фейсбуке в скором времени. Я сейчас веду работу над одним проектом. И собираю себе компанией, партнеров, которые будут готовы принять ребят, школьников, студентов, молодых специалистов на стажировку, практику и обмен опытом. И к вам вопрос. Готовы ли вы к таким предложениям? Открыты ли вы? Мы студентов занимаем довольно часто. Приходит команда включается. Мы никогда не знаем, что с ним делать. Мы принимаемся. Я говорю абсолютно честно. Это круто, когда ты принимаешь практикантов. Но любой руководитель, принимающий к себе в отделе литерна или практиканта, который в команде не задержится, это очень важно. Никогда не знает, что с ним делать. Очень трудно работать с человеком, который не знает, что у него в плане. Но все равно, мы работаем. Напишите, посмотрим. Насчет школьников, честно, не уверен. У нас все-таки очень специфическая сфера деятельности. Я не вижу, где ваши студенты. Студенты, студенты юридических вузов. Здравствуйте, Жан. Я читал якобы много мотивационных книг. Там почти везде в клубах про друзей было написано, что нужно выбирать их. И вы уже сказали, что вы только начинаете встречаться, нежели переписываться. И избегаете ли вы встречи с этими друзьями? Таким тройте ли вы друзей, не выбираете ли вы их? С этими друзьями, я должен сказать, колоссально повезло. Все мои друзья, близкие, я с ними уже в 20 лет, это выходцы из факультета международного права КОФЕР. И своим друзьям я обязан Министерству образования, за что я его не переступил. Получилось так, что я поступил на Гранд. Первый год, когда я это все его делал, сразу на СМИ. Получилось так, что кому-то в Министерство образования пришла светлая мысль на объединить всех, кто поступил на Гранд, в одном уровне. Ну и вы представляете, что это в конечном итоге получилось. Да, мы за 4 года в КАФГА выиграли, я не знаю, все от шахматных чемпионатов до чемпионатов до судьбы. Все. Это праздник. Первый год мы дрались безборки с гражданами. Вы представляете, я в 17 лет приезжаю в Мамагу, у меня за спиной 3 республиканских олимпиад. 3 призовых мест. По-моему, 6 областных. Я выиграл все, что мог. Последний год я не учился в этом году, по сути. Не учился. Я ездил и выиграл в олимпиаду. И вот я вот такой вот приезжаю, заряженный, мне многое по колено. И таких в нашу группу пришло 12-х, я не знаю, что больше. С тех пор уже в 18 лет эти люди получили. Мне безумно получилось. Потому что если бы не они, и у нас до сих пор такая хорошая позитивная конкуренция. А-а-а, живи все. Давай через два месяца у тебя отжигается. Ну, я шучу, конечно, это не муровень. Мы же муровень материального конкуренции. Это хорошая позитивная конкуренция. То есть у нас, если кто-то завис, и мы видим, что он завис в кризисе, мы его тянем. Поэтому я не фильтрую друзей. У меня просто нет друзей где-то. Не то, что нет друзей. Мы с собой, мы ребята общались. Все приятели, мы можем видеть. Потому что приятных близких друзей. Это компания, которая, я знаю, в 18 лет. У меня нет необходимости их фильтровать. Это уже часть мнения. Друзья, спасибо всем. Предлагаю сделать вообще фонда. И кто вопросы задавал, попросить. Вас хотели буквально минуту дописать для аккаунта нашего ваше мнение. Вопросы, мы давайте еще будем в час. Вопросы есть, еще выборы? Здравствуйте. Вам спасибо за полезное выступление. У меня достаточно легкий вопрос. Но мне очень интересно, что бы вы посоветовали себе, двадцатилетнему, что было бы актуально для наибольших? Здравствуйте. Я бы посоветовал себе не торопиться. Но я бы это советовал сделать. Потому что я очень много вещей в жизни неправильно сделаю за спешкой. Из-за того, что... А спешка это, в свою очередь, проистекала от уверенности себя. Потому что если я где-то чувствую... У меня такой, наверное, свойство характера, но оно приобретет. Если я где-то чувствую, что я не рабатываю, я не на запасе попадаю. Я насил. Я массу ошибок сделал, которые помал. Не испорнил отношения с ними. Я бы себя посоветовал не торопиться. Но я бы не торопиться. Я бы подумал. Я бы прошу прощения, потому что, судьба, ваши вопросы уже устали. Да, хорошо. Да, нет. Достаточно много вопросов. Да, я сразу прошу прощения, что это все это время. В общем, вопрос такой. Примерно множество специалистов людей. Чтобы вы, как специалист с огромным опытом, вообще человек с большим физическим опытом, посоветовали для молодых специалистов, которые собираются поступать на работу в зарубежную компанию за приближом. То есть, будучи здесь, в Казахстане. То есть, какое-то дистанционное устройство на работу. Вы здесь, в Казахстане, а хотите работать за приближом? Грубо говоря, по-любому это и так. На пустое место это очень рискованно ехать. Диган дороже. То есть, все-таки попытаться найти работу за приближом что-то. И это лучше всего по вашему мнению стоит сделать. И как себя вести? Будь честным. Будь стопроцентно честным во всем. Играть в команде. То есть, придерживаться правил, которые есть в фирме. Если они вас не устраивают и вы считаете их глупыми, навязчивыми, оскорбительными как-то, подумайте. Может быть, для этого есть причина. Не давать, скажем так, иметь принципы и не отступать. Я это называю, это простой такой. Простая речь. Не бегай за себя. Ну, мы все старше. Не бегай за себя. Не бегай за себя. Не бегай за себя. А тебе говорят, а в случае у нас все могут двигаться. А все могут двигаться. Принципы. Иметь принципы. И очень, 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 очень много работать и всячески во всем. Кричать. Я много работаю. Вот это там, не знаю, спальник отместит. И посположительно. Залезать, потому что он в тропах копал. Запасной буква, что он говорит. Очень демонстративно, показательно. Это железобетонный аргумент. Потому что причем проблема, наверное, у наших людей в работе. В западных компаниях их часто не до отсутствует. То есть там, конечно, очень много разговоров о том, что все равное, все поровное и все так далее. Но вот в международной юридической фирме, например, если у вас партнер, выпускник ГАРН, и пришли вы, выпускник ГАРН, и одновременно с вами пришел другой младший юрист, но он тоже выпускник ГАРН. В промоушен он будет получать быстрее. Работа у него будет больше. И это и не потому, что вас тут будет достоинство. Потому что у вас клиентка лучше. И язык тоже. Не говорят лучше. Он просто думает обнимать вас. Какие-то сложно. Вот. Поэтому, вот, важно, некоторые вещи нужно рассказать. Это у вас очень такие ценные советы. Хотя, если читать о вас в Фейсбуке, вы там тоже очень много полезного можно для себя извлечь. У меня такой вопрос про эмиграцию тоже. В какую бы страну вы хотели бы переехать жить, которая вас устроила, нравится политика этой страны или как относится к населению? И второй вопрос, он у меня встает каждый раз, когда говорят об эмиграции из Казахстана. Может, от того, что я воспитана традиционной семье, некий такой дух патриотизма? Если все такие молодые специалисты, ну, такие опытные специалисты будут эмигрировать из Казахстана, то что останется в Казахстане? Или в этом вопросе нужно быть более эгоистичным? Как вы дрываете? Раскоролу отключу сразу, потому что вопрос немножко проще. Вообще, я, наверное, на данный момент где-то в 35 странах Пагуал. А Пагуал, это я называю, когда вы в стране, вот прям, пожилые ночи. То есть те, которые я проезжал, было 1-2 дня, я считаю, 2-3. Кстати, считаю Марокко, потому что в Марокко я был, и в Марокко я побыл, и в ровно 1 минуту. В основном, я был в Марокко, я считаю, потому что я не думаю, что кто-то мог попасть в Казахстане. Мне нравятся очень некоторые страны Западной Европы. Я бы, наверное, смог себе... Мне не нравятся штаты, честно говоря. Мне не очень нравятся Европавитания. Мне нравится Афгия, Швейцария. Мне нравятся скандинавские страны. Мне неожиданно понравилось. Вот туда. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы знаете, я считаю, что это немножко ложное понятие. Ну, правда. Ну, что за это? Ну, сорри, это как бы... Это не про жизнь немножко. Это немножко категорично. Да, вот все молодые специалисты. Нет. Человек ищет, где лучше. Это абсолютно нормальная идея. Если я не хочу, чтобы мои дети волновались на воздухе, зарабатывали себе астраханисты, для меня сейчас равна, есть основные ключи пониматься, если я умею. Так это про эту экологию. Потому что от всего остального я могу спросить? Очень хочу. Потому что я зарабатываю. А от экологии не могу никакой. Я и так, честно говоря, в год уходился на самый крайний, устроил только там. И даже там. Вот. И мне не останавливать какие-то советы. Если я посмотрю у своих детей, я пойму, что они не могут быть. Ну, какие-то советы. Я их видал в моем месте. Потому что это, sorry, это не про патриотизм, когда травит со мной здесь. Это не про патриотизм. Патриотизм, sorry, он для всех не должен. Я лично для себя считаю, что я этим обществом ничего не хочу. Я лично. Я зарабатываю большую белую зарплату. Я получу большую белую зарплату. Я обеспечиваю работу целой командой. Я делаю очень много по работе. Я делаю очень много социально. Я занимаюсь работой. Помогаю людям. Я, блин, честь страны защищаю. Плавая дурные дистанции. И после этого мне позвали на то, что. Я ничего не должен. И общество ничего не должно. Я исходил из этого всю жизнь. И я очень вам советую. Не думайте, что вам что-то должно обществом. И не думайте, что вы что-то должно обществом. Не сходите, не сходите. Делайте все честно. Честно. Вот этот аргумент, там все уедут, а кто оставил один? Не честно. Не честно. Надо все-таки действовать, что не честно. И тогда будет стоимость. Черт, стоимость. Понимаете? Да. Спасибо вам за речь. Я вас тоже, ваше мнение поддерживаю. Вот у меня вопрос такой. Позиционирование себя в соцсетях. Большое призывание обладателей. Я слышала, что казахстанские обладатели проявляют в соцсетях. Зарубежные обладатели уже как бы этим не занимаются. Это уже старая практика. Вот я хотела узнать, как они все это проявляют? И правда в Казахстане эту практику, это ситуация не имеет? Я думаю, что это только начинается во-первых, и это будет прямо соцсетях. Это будет прям тренд. То есть да, в соцсетях проверяют обязательно. Вы знаете, проверяют вашу на общую адекватность. То есть никто как бы не ожидает, что в ваших соцсетях будете, если вы не устраиваете, если вы будете писать кем. Никто этого никогда не будет ожидать. Но если вы постите у себя какие-то националистические призывы или ролики с обезглавными животными, или просто поддерживаете идиотов, то есть смотрят ваши поиски на общую адекватность. Если там ваши копки, вот я на море, вот мои загорелые ноги, это никого не может. Если вы нарушаете общепринятые моральные нормы, у вас будет все. Ну если хотите, если вас прям вот это сильно волнует, если вы хотите делиться. Я тоже, честно говоря, я часто делюсь с коими людьми, ну прям часто. Да? Я наоборот, вообще, я себя поражался, честно. Я вам напишу пост про алкоголь. Убор. И сразу там, бац, пять действий. Говорю, сори. Окей, чего вы от меня ожидаете? Да, я употребляю алкоголь, я живой человек, я какаю. Вы ожидаете от меня, что я как бы этого не делаю? Почему вы не даете мне права на то, чтобы я был один? Кого я не даете? Вот такие общие, адекватные вещи, они никого не волнуют. Правда? Всех волнует неадекватно. Неадекватно быть националистом, неадекватно быть шаринистом, неадекватно оскорблять людей, неадекватно быть жестокими, постить жестокостью. Держите за равных адекватности ваших социальных коммунистов. Что вам будет делать? Вам же не требуется, чтобы ваш сути не удаловольствием. Кажется, если вы 50 постановлений по этому конкурсу, то у вас не сможете. А там есть кто-то там, кто-то там, кто-то умный, кто-то есть, кто-то там, кто-то умный, кто-то умный, кто-то умный. Работодателю важно одно. У вас, у него есть бизнес-юнид? Да, это будет, честно, да? Но у него есть бизнес-юнид, который на вас смотрит, насколько вы эту окошко закрываете. Вы можете, если вы это окошко не закрываете по своим скиллам, вы можете 50 тысяч постов в основании. Если вы это окошко идеально закрываете, вы можете, не знаю, делиться вот этим дебильным видео последним киркором, или баском, на звуке и хвалить его. Вас возьмут все равно. Работодатели, по-моему, ваши скиллы в соцсети это 0, 0, 0, 0, 1, 1 процент. Ребята, я знаю, что все устали. Давайте, наверное, сколько еще? Два вопроса зададим. Я прошу выяснить. Да, потом... А если бы тебя стена мемами давали бы? Как сейчас? Мемами, если стена давали бы? Да, давайте только. Главное, чтобы вы не можете рассказать. Мемы бы, да, это было. Пусть будут. Хорошо. Давайте последний вопрос и сделаем коллективное фото, чтобы все раздражались. Да. Далее, выходите. А вас... А вам дверь не открывают. Вот последний вопрос. Вопрос есть еще? Все? Нет, все. Окей, давайте сюда. Я хотела сказать, что вас всегда на меня восхищала чувствовала смелость ваша, внутренняя духовная смелость. Как стать таким? Как вы смелым человеком в роду 20-23? Возможно ли это таким непробиваемым? Да, знаете, я никакой особой смелости лично за собой не вижу. Вы знаете, я знаю, откуда это проистекает. То, что вы называете смелостью, это не совсем смелость. Знаете, когда у меня дети родились, у меня дочь унаследовала мою склонность к авантюризму. Я в плане спорта адреналиновый. Я очень люблю такие спорта, которые мы очень не спешим. Вырежу. Окс. Я жду. Это такая медиакомпенсация за профессию. И так было всегда. Я занимался, когда я был совсем голодой, я занимался скалолазом. И это смелость, это такая полумневшая от любого человека. Я вам честно скажу, да? Ну и как бы, а, а, знаете, это... Ну, опять же, это даже не про смелость. Это про ум, честно. Потому что у нас люди боятся всего в соцсетях. Всего боятся. У нас есть какое-то дурацкое, знаете, какое-то всеобщем убеждение. За нами стыдят. За нами стыдят. Сейчас мы будем разговаривать, за нами стыдят. Нас смотрят. Все, мы все вот к этому пошли. Все, мы все. Галочка. Кому мы нафиг нужны? Кому мы нафиг нужны? Нужно правильно понимать, для чего в Казахстане нужны соцсети. Нужно правильно понимать. Соцсети — это форма выпуска, освобождения гражданского недовольства. Мы не можем с нами наши гражданские недовольства освобождать, выходя на митинги. Мы их освобождаем в соцсетях. И я бы этим не занимался, если же это было только так. Но это обязательно ничего. Понимаете? Вы пишете какую-то вещь в соцсети, вы говорите, что она насняла. Она не сняла, она настоящая, а фра-фра-фра-фра. Вы пишете это, и что начинает меняться? Вот реально, что начинает меняться? И вот вы когда видите, что в Казахстане написали, поменялось? Как бы не выросло, если вы спросили. Нужно просто общего, здравоусловно понимать. Не надо ничего бояться. У нас люди, что это боятся? Это писать. Я не знаю, какой-то пост я бы написал. А! Это не год был. Это у меня была серия рассказов, записка о золотом ветке. Да, да. Лет пять или шесть назад. Я число проработал. И у меня был текст, он назывался «Народные волны». Вы, я думаю, можете найти, они были еще десятки. Очень прикольный текст про то, как мы в кризис расселяли пятиэтажку. Т.е. мы как сделали этот контекст? Вы, потому что вы не понимаете, я расскажу, как вы разработали это сделать. Нужно нам, например, построить чуть-чуть офигенное метро. Возьмем метро. А нам построить метро. Что на месте метро? Где ставим кущёнку? Не важно. Мы идем к хозяину, этим я занимался. Тоже назови это время. Не только рано, это было следующая статья. Развитие специалисты. Мы идем к хозяину каждому, приносим мешок с кэшем. Мы им уходим. Мешок с кэшем был такой, что вот я бы сейчас на эти деньги удобно сомнил. Тогда мы это зарпали в кучу. 45 градусов. Такие деньги. И ни разу у меня, кстати, не возникало мысль с этим мешком набежать, потому что я понимал, что это очень маленькое. Если это, конечно, мы были заработки больше. И вот, вот рассказываю о народной волне. И вот мы одну пятиэтажку зубили на половину. А потом бац, и кризис, и всё. И нам банки денег идут. Надо сказать правду ни на что. А вот пятиэтажка советская, вот вы ее представляете, там половины квартир нет. Это что значит? Это значит, что в этой пятиэтажке отопление бил. В Советском интервью, чтобы отопление функционировало, оно было все. И зима. И область дома. И жители этой пятиэтажки выходят на демонстрацию. И бьют уже. У нас в грабой жутылке. И гасить ситуацию зовут меня и нашего директора, когда же. А этот человек с шире забетонными нервами, потому что он бюдославик. И вот мы вдвоем. Мой друг хороший. Мы вдвоем едем. С ним туда, и нас там что-то не разорвали. Я вот как раз написываю этот рассказ и всё. И вот почитать ему смешно, на самом деле. Смешнее, чем я сейчас рассказал. И вот я написал этот рассказ, потому что написал его на народной волне. И вот я не знаю, что уже. Что-то кажется опасным написал. Это же народной волне. У нас же в общем-то не будет. У меня ничего не нравится. Спасибо. Давайте поближе. Давайте поближе. Давайте поближе. Девочки, поближе.